Пока позволяют условия в этом мире, руководящий совет будет пользоваться юрлицами. Свидетели Иеговы используют общество Сторожевой башни, Библии и трактатов, Пенсильвания, для того, чтобы иметь возможность печатать Библии и основанные на ней публикации, а также проводить другую работу, связанную с их международной деятельностью. Фактически это главный инструмент свидетелей Иеговы. И по словам бывшего духовного лидера есть прямая связь между руководящим советом и юрлицом. Эти джентльмены не состоят в штате юридического лица. Возможно, они даже не входят в число акционеров общества Сторожевой башни. Но для простого адепта руководящий совет и общество Сторожевой башни равны понятия. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Перед вами, Геррит Лёш, один из духовных лидеров Сторожевой башни, Сторожила в руководящем совете. Любой адепт вам скажет, что он определяет вектор развития организации. Но в 2014 году, на одном судебном процессе, Геррит Лёш задекларировал следующее. По словам Энтони Морриса, духовные руководители используют веридический инструмент общества Сторожевой башни, а значит определяют вектор развития организации. А вот по словам Геррита Лёша, нет. И эти слова задекларированы в суде, под присягой. Итак, этот человек декларирует себя вне юридической организации, которую использует Бог. Нечто подобное сказал и Антон Чевчалов. Моя переписка с Антоном, буквально три дня назад. Добрый день, Антон. Очень хотел, чтобы вы обратили внимание на этот ролик, это моя ответка на видео ОСБ. Я делаю вывод, что общество Сторожевой башни доводит свои заповеди до абсурда, хотя помню вы сказали, что нельзя доводить до абсолютизма. Вы продолжаете придерживаться еще этой точки зрения. И я собирался прикрепить ссылку вот на этот ролик. Но по каким-то непонятным причинам прикрепил Антону ссылку вот на это видео. И это я заметил лишь на следующий день. Знаете, может это и к лучшему, видимо Антон немного посмотрел его и решил мне ответить. Здравствуйте, Арам. Я продолжаю придерживаться точки зрения Библии. В ОСБ не состоял и не состою. Антон, разве я спрашивал о вашем членстве? Я вообще спросил о другом. Я сразу же ему отвечаю, при этом я так и не замечаю, что дал ему левую ссылку. Спасибо за ответ. Наверное вы пользуетесь официальным сайтом свидетелей Иеговы. В условии использования сайта сказано примерно следующее. Это интеллектуальный труд общества Сторожевой башни О в Пенсильвании. Значит вы используете умозаключение людей ОСБ, а не Библии. Я вам просто напомнил. Видимо, Антон, к этому моменту понял, с кем он общается, поэтому не ответил на мое второе письмо. Ну, а на следующий день, я решил перечитать переписку с компа и обратил внимание на свой косяк. Поэтому написал ему еще раз. Кстати, я дал вам не ту ссылку, видимо когда писал письмо ролик мой закончился, и начался другой, который вообще не имеет ко мне отношения, я автоматом скопировал и вставил, может это и к лучшему. Вот чем я хотел поделиться. Ладно, теперь о главном. Антон говорит, что продолжает придерживаться Библии. Хотя он придерживается версии в изложении общества Сторожевой башни. Притом определенное понимание, у всех адептов начинается после прочтения журнала. Вдруг, по щелчку, они моментально и сразу все, придерживаются что им говорит Божественное общество. Но с этим обществом не он, не Геррит Лёш, не хотят иметь дело. Нонсенс. Может быть, ты, Антон, еще скажешь, что общество Сторожевой башни на тебя никак не влияет. Друзья, я оставляю за вами право прокомментировать.